Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам показать продолжение истории. Может быть, вы помните, дней 10 назад я выставлял ролик. Человеком его зовут Виталий, он стоматолог из Краснодара. Его задержала полиция за плакат «Нет войне». И он мне потом, по моей просьбе, прислал протоколы судебные, которые в конце вот этого отрывка, про него я вам покажу. Вот мы их обсудим с вами. Если вы хотите посмотреть полную версию, она сейчас у меня на Очаков ТВ-1, потому что на моём основном канале Ютуб её лимитировал к показу. Я её перенёс на Очаков ТВ-1. Пожалуйста, перейдите туда, и я только вот сегодня выставил. Вы увидите самый мой последний ролик, там кто хочет посмотреть полную версию. А здесь у меня коротенькие отрывочки, чтобы вы вспомнили, о чём шла речь в ролике. И после вот этого ролика там ещё будет два ещё коротеньких ролика подобного типа, с двумя тоже разными людьми, с очень похожей историей. То есть, в принципе, тот же «Нет войне», тот же суд, тот же штраф. И вот мнение, судьбы этих людей мне лично очень небезразличны. Надеюсь, что и вам тоже. Приятного просмотра. Чтобы вы понимали, что у нас тут в Краснодаре происходит, это просто дурдом. У меня послезавтра, буквально, будет суд. Вот по вот этому поводу. Я просто вам покажу. Так подождите, а где это было? Это я в Краснодаре. Я вышел в Краснодаре, в центре города. Чтобы вы понимали, я не какой-то маргинал, я врач-стоматор. Я вышел туда, это было 27 апреля. И ко мне подошли сначала два сотрудника полиции с одним казаком. Спасили, что я тут делаю, я спасил, это просто одиночный пикет, который разрешён по конституции, статья 31. Мне сказали, что у нас нет войны, у нас спецоперация. На что я им сказал, послушайте, ну как бы в Чечне у вас был наведение конституционного порядка, в Афганистане у вас был интернациональный долг. Я говорю, обратите внимание на тенденцию. У нас была такая беседа очень такая культурная. Я говорю, вы понимаете, обратите внимание на тенденцию, везде, где Россия нападает, вы не используете слово война. После чего одна женщина, сотрудница полиции отошла, позвонила куда-то, подъехало ещё четыре человека. Меня посадили в машину, отвезли в отдел полиции. Продержали там шесть часов, стоя там сначала в наручниках, без каких-либо вообще объяснений наручники, за что. Я не вооружённый человек, я ничего не выкрикивал. Потом, значит, мне выписали протокол и сказали вслух в следующий раз, дружочек, пятнадцать летю. Вы знаете, я вам скажу, честно, можно я вам скажу по поводу вашего канала? Да, говорите, конечно. Мне очень нравится, у вас просто контент огонь, правда. Я все выходные вот смотрю, постоянно на ремеси, смотрю. Мне очень нравится ваша манера беседы с этими товарищами, с которыми, например, у меня не хватило бы никогда в жизни нервной системы, учитывая, что я сейчас живу, знаете, как по принципу еврея в нацистской Германии. Вот в Краснодаре, понимаете, у меня просто такая, у меня биография очень такая в этом отношении. Ну, мне машину разбивали, стекло за то, что я там написал свободу Алексею Набальну. Я приходил, когда меня забирали, люди останавливались, прохожие. Это центр города Краснодара, Миллионника. Останавливались со словами козёл, там, это самая цензурная. На вас, в смысле? На меня, конечно. Женщина остановилась, очень интеллигентная вида, я извиняюсь за выражение, говорит, она меня пидорас. Это вообще как называется? Это люди, которые просто проходили мимо. Они останавливаются и говорят, ничего с такими церемониться. Вот и всё. Мне позвонил юрист из антивоенного комитета и сказал мне, что вы готовьтесь к тому, что штраф однозначно будет от 30 до 50 тысяч. Я сказал, да бог, с ним я заплачу, как бы это не проблема. Он мне говорит, но адвокаты с вами не пойдут. Они вам дадут бумаги, но ходить они никуда не будут. Адвокаты. Знаете, вот что происходит. Интересная штука. Да, это ужасно на самом деле. Это очень страшно. Я сейчас себя пытаюсь представить на вашем месте, и мне становится очень страшно, честно скажу. Ну, знаете, как бы, я не жалею абсолютно об этом. Для чего? Мне говорят, для чего ты сделал? Я бы для того, чтобы самому на себя взять, когда мне было не стыдно смотреть. Вот и всё. И моим детям будет не стыдно за своего отца, когда-нибудь. Вот и всё. А не так, что вот я сидел у Люлюкова, радовался убийству людей, даже не углубляясь в политику. Я не политик, я в этом не разбираюсь. Для меня всё просто. Не надо лезть в чужие страны. Всё. Занимайтесь своё. У вас проблем, ребята, выше крыши. Я, как человек, который работал долгое время в государственной стоматологической поликлинике, сейчас у меня своя. Я знаю, что это страна, я себя представляю. Она никогда людскую жизнь не считала вообще за ценность. Ни свою, ни тем более соседей наших. Что-то у меня и дальше. Машедшая. Ну, это всё. Ну, это такая интересная. Но, ещё раз говорю, вам просто огромный приспект за то, что вы делаете. Потому что вы тоже, я вам скажу, это не мало. Это называется такой Луис Светов, на самом деле. Потому что та пропаганда, которая здесь работает, я, честно, я не могу понять, как она работает. Потому что она не работает ни на меня, ни на мою жену, ни на моего 14-летнего ребёнка. Она не работает. Понимаете, как она работает в таких массах, я знаю людей образованных, очень хорошо, и которых я до 24-го числа считал вменяемыми. Которые сейчас говорят фразы «Давно надо было хохлов поставить на место». Я говорю, ты сумасшедшая, и что с тобой? Что за вообще риторика? Хохлов поставить на место? Вы кто такие, что вы кого-то ставите на место? Вы своё место вообще в этом мире знаете или нет? Я говорю, у вас 85% нет загранпаспортов. Но вы американцу расскажете, как плохо в Америке. Французу, что плохо во Франции. И у нас островок. Я всё равно шучу, говорю, Россия боится, что у неё украдут стабильность. Больше воровать нечего. Стабильность, наверное. Я всё равно согласен. А что вот, например, мне делать? Я скажу честно, у меня вопросы такие. Либо мне эмигрировать просто, уезжать из сюда, пока меня просто тупо не посадили. Либо мне заткнуться, маргинализироваться здесь. Просто маргинализироваться, смешаться с толпой этих фашистов. Но я вам скажу честно, я не представляю себе, как вообще жить. Война закончится рано или поздно. Надеюсь, победы Украины. Но я-то знаю, что я среди кого я живу. Я знаю своих соседей. Я знаю своих коллег. Я знаю своих знакомых, которые все в маске послетали. Вы абсолютно правильно в своих роликах говорили о том, что война не оставляет серых оттенков. И чёрный и белый. Всё. Ты либо за, либо ты кровь. И я знаю, что у меня в стране 90% за. Готовы люди говорят, ну 80. Я говорю, ребят, ну я скажу, если по моим личным наблюдениям, то 100% за. Потому что ни один человек не остановился и спросил, а за что вы забираете человека? Я трезвый, я не пьющий, абсолютно не пьющий человек. Вот от слова совсем. Ну просто мне невкусно. Смешная такая детская причина. Я не грязный, я стою нормально, чисто одетый человек. Меня забирает полиция. И останавливаются люди и говорят, правильно, так и надо. С такими так и нужно. Это вообще... Куда мы пришли? В какую точку историческую вообще, говорю, какого-то предела мы бы вообще дошли. Это правда. Я вам скажу, в вашей ролике, там, где вы сказали, в мире животных, уже просто прогулки с динозаврами. Правда. Потому что это уже дурдом на выезде. Причем массовый какой-то вот психоз. Ну вот, друзья, то, что я вам обещал после вот этого короткого содержания. Опять же, полную версию можете посмотреть на Очаков ТВ-1. Я только сегодня туда ее залил. Посмотрите, если есть желание. Кажется, его интересно посмотреть. Но вот мы пришли к логическому завершению. Решение суда. Итак, что тут интересно? Вот, посмотрите. Значит, под дискредитацией понимают умышленные действия, отправленные на подрыв доверия к решению органов государственной власти Российской Федерации по использованию вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а также непосредственно к действиям вооруженных сил Российской Федерации в указанных целях. Еще раз хочу обратить ваше внимание. Оказывается, вот оно в чем дело. Вот оно, Чо Михалыч. Поддержание международного мира и безопасности. Вот, оказывается, что делают вооруженные силы Российской Федерации в Украине. Они поддерживают международный мир и безопасность. А мы-то думали, что они там делают? Они вот, оказывается, что делают. Вот же написано. Черным по белому. Это же решение суда. Не стыдно судье вот это писать? Это просто верх цинизма, верх лицемерия. Это, конечно, ужасно. Таким образом, виновность такого-то, такого-то, вот он закрыл свою фамилию, установлена и доказана. Подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, его действия, отраженные в протоколе, бла-бла-бла-бла-бла. И, наконец-то, последняя страничка. Вот она, последняя страничка. Это у нас постановил. Суд постановил, учитывая личность виновника, бла-бла-бла, постановил штраф в размере 30 тысяч рублей. Ну, знаете, ну, хорошо, что человек, в общем-то, вы знаете, что такое зубной врач? Зубной врач вообще в любой стране, в том числе и в России, человек хорошо зарабатывающий, но не зря учился 6 лет, и потом еще тратил огромное количество денег на повышение квалификации, на закупку расходных материалов, на оборудование и так далее. Но главное же не то, что это 30 тысяч он заплатил, а главное, что вот этим штрафом Российская Федерация, точнее, суд именем Российской Федерации показывает свою мерзкую натуру, просто мерзкую натуру. И вот оно, смотрите, вот он районный суд, Ленинский районный суд Краснодара. Вот, все видно. Ну, конечно, конец этой истории. Кому было это интересно, ставим лайк. Сейчас вы посмотрите еще два коротеньких видео, подобные этому. Тут не будет моего речитатива, там все красиво, художественно сделано. Посмотрите еще два видео. И после этого, самое главное, не забудьте зайти на мой канал и подпишитесь, потому что Ютуб сбивает подписки. Нажмите еще раз на колокольчик, потому что Ютуб отписывает вас без вашего разрешения. Я не знаю почему. То есть, так как он удаляет очень много ваших комментариев. Вы с этим сталкиваетесь, я с этим сталкиваюсь. Самое смешное, что он удаляет и мои комментарии. Я иногда кому-то из вас отвечаю, захожу, перезахожу, все, моего комментария нет ответа. Представляете? Вот такие дела. Ну, все. До посмотра, до следующих встреч. Пока. Абсолютно трезвый человек. Да, да, абсолютно трезвый человек. Ну, опять же, вы же... Я, сейчас, сейчас, я говорю, я отказываюсь. Вы отказываетесь? Да, я отказываюсь. В таком случае, я вам разъясняю, диспочет в статье 19.3, согласно которому вы отказались исполнить законные требования руководителя. Хорошо. То есть на вас будет составлен еще один фактор, который называет 31 арест. Глаза красные. У меня красные глаза, посмотрите, это все сейчас слова. Нет, конечно. Белые губы. Это слова. Присущие сиропы. То есть, мы предлагаем про это экспертизу, чтобы был объективный ангел. А, нет, я отказываюсь. Еще раз мы вам предлагаем проехать в СНД, потому что у нас основания полагают, что находятся в качестве технического объекта. То есть, она для проведения медицинской и медицинской деятельности. Медицинская деятельность на состоянии, она как-то, как-то, как-то. Я считаю, оснований полагать нет, и я отказываюсь. Да, да. Еще я вам разъясняю, статью 19.3. То есть, если вы отказываетесь будет закон 30 на юбилеции. То есть, вы это только для офисного оборудования. Вам предлагается пройти в служебную автомобиль. Для чего? Для следования в СНД. СНД? Вы, что, СНД, то есть, у меня принудительно будет следить? У меня, все-таки, по 19.3 бюджет в отдел полиции, вы справитесь? В отдел полиции, то есть, вы сейчас меня задерживаете? Или... я отказываюсь, потому что нет оснований. Да, вы будете поставить. То есть, я буду поставить. Снорл, пять. Не надо меня, не надо меня трогать. Не надо меня трогать. Как-то не надо. Не надо меня трогать. Смотри, я не сопротивляюсь. Все нормально. Все хорошо, не надо ему вообще лезть никуда. Конечно. 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 Больно. Больно. Пожалуйста. Вы же в состоянии проходите. Да. Встаньте на руку. Ну, в отдел. Ну, что, он отказался? Ну, что, он в отдел. 5 марта 2022 года введена в действие норма статьи 20.3.3. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Позор! В России задерживают за правду всех, кто за мир горит. Вот пропагандировал живопись великого русского художника Апофеоз войны. Начали забирать тех, кто с плакатами, уводить их. Ну, и я сам к ним подошел, сказал, ребята, вот, показал им картину, вот это наше будущее, если мы не остановимся. Они переглянулись между собой, говорят, что, берем? Берем. Ну, и увели меня. Там один меня спрашивал, говорит, ну, и что ты добился? Вот, видел ли ты там известных людей, видел ли богатых людей? Вот, вышли неудачники, которые, значит, там в жизни обиженные по жизни, и вот вам охота, скажем так, поорать, там, на кого-то наехать. Я говорю, я это сделал для того, чтобы мне не стыдно было смотреть на самого себя в зеркало, чтобы я на самого себя в зеркало потом не плевал. Я понимаю, что я не изменю глобально никакую ситуацию, что там ничто от моего выхода глобально не поменяется, вот, мир не перевернется. Я это сделал для себя, для своей совести, для того, чтобы мне потом чувствовать себя нормальным человеком, а не тем, кто струсил, поджал хвост и предал своих друзей. У меня друзья есть на Украине и родственники есть. Для вас 45 тысяч серьезная сумма? Зимой очень серьезная, потому что зимой у строителей нет работы. Летом, ну, ощутимая, но не критическая. Вот уже 6 человек позвонило и говорят, что мы готовы помочь оплатить штраф. Аналогия абсолютно прямая. Сейчас я в новостях увидел, что создается реестр лиц, связанных с иноагентами. Уже не просто иноагентов, да, а уже лиц, кто с ними был каким-то образом связан. И вроде как мера воздействия на них такая, что они не смогут избираться в органы власти. Вот это в чистом виде лишение избирательных прав 29-го года сталинское. Вот это те самые лишенцы, которые потом пошли по всем этим контрреволюционным заговорам, которые были сфальсифицированы на 150%. Я много лет искал в своей плотницкой профессии какой-то такой товар, который бы прямо шел и всем людям нравился. Вот и после Швеции я когда приехал, как бы увидел, как они украшают свои огороды, свои дома частные и так далее, мне захотелось, что-то у них фонариков много. Думаю, что-нибудь такое изображу, но вот родилась вот такая идея. Я рад, я доволен, я вот получаю прямо моральное и физическое удовлетворение от того, что я делаю. Работа должна быть любимой, работа должна нравиться, а иначе это каторга. И как мне ребята в форуме сказали, что на митинги выходят неудачники и обиженные жизнью. Я себя не считаю ни неудачником, ни обиженным жизнью, ни обиженным друзьями, ни вниманием, ничем другим. Я человек состоявшийся и я и тому счастлив. Я не жалею абсолютно для чего ты сделал? Я бы для того, чтобы самому на себя взял, когда мне было не стыдно смотреть. Вот и все. И моим детям будет не стыдно за своего отца когда-нибудь. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok